Новосибирск История отношений России и Украины Об истории отношений или единого целого народа, или разных народов Вот в этом мы попробуем продолжать разбираться В прошлом году мы с Сергеем уже проводили беседу на эту тему И, в общем, застроили интересные исторические темы Вот, я попрошу вас представиться, друзья Бабенков, Владислав Михайлович, Сергей говорит, что не надо говорить, что секретарь Славянской Академии Секретарь Международной Славянской Академии, Западно-Сибирское отделение Это академика Казначеева организация То есть не националистическая какая-то, а вот просто такая Как антипод большой Академии наук Проросток, раннее развитие Бабенков, Владислав Михайлович, космополит Да, хорошо, понятно Сергей? Ну, я председатель правления Союза украинцев в Сибири Некоммерческий культурно-просветительский фонд Сергей Иваченко Да, Сергей Иваченко Ну, я Евгений Петренев, координатор Новосибирского отделения и сборского клума Как всегда У меня, Сергей, я хочу поднять нашу вторую тему И все-таки обозначить несколько основных вопросов Мы не будем сегодня касаться современной ситуации Которая всех очень не радует в наших отношениях Потому что на эту тему очень много говорится всего Говорится очень психологически предвзято со всех сторон А мы попробуем уйти где-то в глубину отношений опять Как получилось так, что мы пришли к такой ситуации вот сегодня И что мы есть на самом деле Или мы единое цивилизационное поле Как говорится, русское цивилизационное поле историческое Или, как наметил в свое время академик Грушевский Значит, украинский народ Это совершенно отдельная цивилизация Обосновавшаяся когда-то издревле И дошедшая до наших времен И все, значит, наши трения из-за того, что Мы разные Происходит, да Происходит столкновение таких цивилизаций Сергей, вам первому слову, пожалуйста Ну, с одной стороны, да Я сейчас... Ну, я всегда считал, что именно Киевск, когда посмотрел именно карту Старой Киевской Руси И посмотрел, как ее считали именно западные историки Да, они считают это правильно И всегда говорят, что это была именно империя Империя, которая состояла из различных славянских народов В том числе и неславянских народов Туда входили Ну, это я имею в виду к северу и прочее Ну, и не к северу Но входили И в конце концов, когда началась феодальная раздробленность Именно этой Киевской империи Которую называли и называют до сих пор Киевской Руссией Фактически она была империей Разделились эти народы Разделились именно на эти феодальные свои княжества Впоследствии с приходом, так сказать, монголо-татарского имя Это все усугубилось разделение Потому что одни просто-напросто часть вот этой империи Они перешли как бы под литовское именно правление То есть они под татаров Там некоторые территории, я там посмотрел Где-то, ну, самое большое, лет 30 Были под владычеством именно нанголо-татар Но, ну, то есть они перешли именно под владычество Именно литовского княжества Ну, великого литовского княжества А остальные остались как бы улусом И вот это вот разделение, оно еще более усугубилось Ну, я считаю, что вот именно с тех времен Именно когда вот усугубилось это у нас в 13 веке В 13 веке мы окончательно и полностью разошлись По разным, как говорится, своим сторонам То есть образовались вот эти вот очаги национальные Которые вот где формировались, ну, то есть нации уже из нескольких народов Там центр именно формирования украинской нации, киевской Руси И это были поляне Те самые поляне, которые в свое время, через которых и называлось государство Польши Ну, это уже ученые говорят, это уже не я говорю То есть я опираюсь именно на том, что было на самом деле То есть это моя точка зрения на данный период истории Считаю, что вот именно тогда Хотя уже она была, я же говорю, что киевская все-таки империя Она была, уже тогда там несколько народов состояли Которых была определенная своя культура В общем, у вас сейчас пока есть на эту тему? Есть такое немножечко интересное сообщение Мне кажется, что мы все очень здорово заблуждаемся Потому что я про историю как? Лучше на себя посмотреть, отрефлексировать Как я воспринимаю историю, какие события истории, как на меня повлияли Значит, отец меня воспитывал То есть это поколение меня воспитывало Я его могу как-то отрефлексировать, это поколение Дедушка был у меня сельский учитель до телевизионной эры Тоже меня воспитывал, но говорил далеко не все Когда я попытался вступить в комсомол, я помчался к деду Дед, дай партийную рекомендацию И оказалось, что дед не член КПСС Для меня это был ужас вот в том 14-15-летнем возрасте И вот с этого момента дед начал рассказывать некоторую правду по истории Оказывается, были какие-то репрессии в 1937 году Оказывается, еще дед застал голодомор Вот Сергей, не даст соврать, там в 1933 году на Украине сделали голодомор Но мой дед в это время, учительство отправлен был на Украину И он оттуда сбежал, от этого голодомора, в Белгородскую область, где вот его корни, где потом я, так сказать, с дедом и познакомился А вот прадедов своих я не помню Поэтому воспитание вот того третьего поколения на меня никак не влияет Я считаю, что все-таки историческая традиция Моисея Водить по пустыне 40 лет, это очень правильная традиция Вот мы сейчас говорим, что вот пережитки какие-то патернализма советского существуют Судя от большинства нашего населения, что вот и пенсию должны, кормить должны, заботиться Все должны, 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 кто-то должен кормить 40 лет пройдет, пройдет это Поэтому история глубже 40 лет для меня Это попытка спекуляции нынешних политиков На той или иной интерпретации, искажения этой самой истории А на меня она никак не влияет То есть вы в этой теме не хотите участвовать? Почему я не хочу? Не хочу Пожалуйста, хватит Я просто говорю о том, что вот история на меня Долее чем 40-летняя не влияет То есть я занимаюсь самообразованием, саморазвитием И я вот с раннего развития, поэтому я твердо знаю, что все войны происходили и происходят Из-за низкого образовательного войны Все! Ну я скажу просто, можно это помню? Просто все войны, я скажу одно Они именно тот как бы детонатом закладывался Именно в далекие-далекие годы Это я говорю по той же самой Югославии Когда боснийцы образовались, когда сербы образовались, когда хорваты образовались Сергей, давайте ближе к нашему Мы знаем, чем это Нет, ну тема наша Мы же говорим о чем? Чтобы между Украиной и Россией сейчас Я не хочу уходить от вашей темы Все понятно Ваша позиция понятна Значит, это не только ваша позиция Многие так думают, что история это все заблуждение историков Которые перепутали всех между собой Ради своих интересов каких-то Ну я как бы не такого мнения Я все-таки верю в академическую историю Не то, что верю, а слежу за ней Скажем так И там есть много чего интересного Значит, позиция Сергея тоже понятна Мы примерно на этой позиции в прошлый раз и закончили Вот Я бы маленько вставил немножко другое Потому что все-таки слежу за современными историками Они ерундой не занимаются В общем-то есть определенные исторические школы Есть исторические школы, которые занимаются различными вопросами И поднимают их до сих пор И очень интересно поднимают Говорить о том, что эти изыскания бесполезны Это тоже Я такого не говорил Не мой стиль Значит, поэтому я себе 40 лет так Значит, дальше Значит, ты и в прошлый раз говорил об этих полянах Об этом Киеве Об этом То, что Киев и империя Позиция российской исторической школы Другая Она не то, что антикиевская, антиукраинская и так далее Мне кажется, она более взвешена и более объективна Она рассматривает нашу цивилизацию Именно как родившуюся из общего русла Это наша цивилизация И, в общем-то, она не так, как сказал Грушевский Что Украина там родилась, как отдельная цивилизация А именно русская цивилизация Которая обозначила вот этот вот Огромный территориальный массив С началом, в общем-то, образования пути из Варяг в Греки И вот это начало этого образования Оно и было именно периодом расцвета как раз Киева И киевской, так сказать, не то, что цивилизации А именно Киева, как такого имперообразующего города Мы же не будем, наверное, ты не будешь отрицать Что сама по себе империя, объединившая северные новгородские земли И киевские земли, южные В общем-то, произошло это при князе Олеге Значит, Ольге Ольге, да Который, в общем-то, объединил разрозненные вот эти вот Ушедшие на юг Аскольда и Дира И северного Вот эту землю, которую возглавил Рюрик Значит, и я бы тебе маленько... Я кое в чем, кстати, поддержу Потом скажу, в чем поддержу украинские различные версии Без таких вот натяжек А что там украинство это все, а Русь это ничего Нет, там есть в настоящей объективной истории Есть довольно определенные интересные моменты Которые, в общем-то, при нормальном бы отношении украинских патриотов к истории В общем-то, они могли бы нормально обосновывать свою историю Как действительно мощную, великую и требующую определенного подхода к ней Но дело в том, что там не те акценты делаются В том числе, вот по поводу истории Киева Сергей, ты все время держишься за Рыбаковскую версию Что там полторы тысячи лет Киеву Ну, это... Но это не Рыбаковская версия В том числе, Рыбаковская Это, кстати, версия еще, кстати, Карамзина, между прочим Ну, Карамзин, извините, не историк, читал Ну, да Карамзин это литератор Литератор, да Талантливый, но он не историк Ну, да Значит, Рыбаков, да, он не то что утверждал Он присоединился к этой легендарной версии обоснования Обоснованию того, что полторы тысячи лет Киеву Что там Кий легендарный и так далее Ну, дело в том, что современная наука тоже не стоит на месте И есть археологические изыскания И буквально недавно, в начале двухтысячных Сами же украинские серьезные историки, археологи Они проводили раскопки Там Подол выходит на порог Днепра, да? Ну, на Днепровский порт Подол Да, да, Подоле выходит, которая на Днепр Там раскопались старинные вот эти вот улочки мостовые То есть раскопались первый самый порт Ну, не то что порт, а вот, видимо, основание города Киева Как мощного поселения, влияющего на какие-то торговые пути и так далее Оно достаточно должно было быть связано с портом Именно вот с перегрузкой и так далее Нашли эти слои И эти слои как раз относятся Первые слои, они относятся именно как раз к управлению Олега Понимаешь? Да, да Вот поэтому там это очень четко все доказывается Это никакая не историческая лабуда Там происходит дендрохронологический анализ Очень точно проходит Если находят старые бревна мостовых Проводятся дендрохронологические анализы По количеству этих колец Совмещению с солнечными циклами астрономическими Это очень точно дает Вот разброс там в 6-10 лет, не более Вот такую датировку делается Это украинские ученые Это не Валерий Пебек, который возглавляет сегодня Украинскую академию Украинские ученые разные бывают Да, да Это нормальные люди, которые Я могу даже сказать откуда я это раздобыл Евгений, самый глупейший вопрос, Шитер А как на мою ответственность, на мои будущие действия влияет то, что Киев был полторы тысячи лет назад или тысячу лет назад? Я бы сказал так Вот эти вот замашки некоторых, так сказать, народов постсоветского пространства О том, что они самые великие и самые древние Они приводят иногда не к хорошим вещам Нет, ну а какое значение имеет для меня? Она великая или нет? Дело в том, что она имеет вещь, она для другого Дело в том, что это именно мы черпаем именно из истории, в том числе и из древней Я понимаю, что я когда-то заговорил по поводу раскопок Конечно, вопросов нет, что там порт был И он, конечно, при Ольге был еще построен Но он и был при Ольге, еще до Ольга Потому что, как знаем, мне даже написывается Когда, помнишь, были убиты Аскольд и Дир Они же встретили именно в порту Ну да, еще до Ольга Они именно Ольга На берегу или в порту неизвестно Да, да Тут известно, что раскопали первые слои Ну они встретили, да Просто один человек сказал, говорит Если когда-нибудь в Африке начнут делать раскопки Или в Латинской Америке И найдут там автоматы Калашникова То все подумают, что это все принадлежало, так сказать, этой России Понимаешь? То есть, на самом деле этого нету Понимаешь? Вот в чем дело Хорошо Что там жили якобы русские Вот у них там автомат Калашникова Я продолжаю ответ на ваш вопрос Здесь не только еще связано с Киевом Здесь же целая школа украинского национализма современного Нет, ну так мы говорим национализм Как искажение истины Он истинный Современный украинский национализм Он как раз ведет Он имеет историю Почву вот свою закладывает Именно вот с таких вот вещей Как образование некой украинской нации Поэтому, ну Я говорю, что вот у меня много аргументов За то, чтобы дать Такую исторически мощную поддержку Вот именно киевской культуре Во-первых Тому, что Киев, город был очень Не то что Это был очень мощный Значенный город Мощный цивилизационный центр Древней Руси Вот так трактуют российские историки Я говорю Вот недавно, вот совсем еще лет 10 назад Когда я видел, что образовывается вот такое Национальное украинское ядро На Украине Которое пытается как-то растолковать Свои вот эти вот исторические В том числе претензии Я, в общем-то, даже с некоторой симпатией к этому отнесся Потому что видел, что российская историография Она как бы в течение многих-многих лет Замалчивала? Не замалчивала Она по-своему трактовала эти вещи Не замалчивала Да что вы Я вас уверяю В научной историографии В академической Вы, наверное, знаете, что такое академическая историография Она Кстати, Академия наук Она же и украинская, и российская Она же была как единое целое Почему я и отметил Что именно украинских историков Есть объективные Украинские историки Которые именно в этой системе и действуют Они не будут заниматься ерундой И говорят, что там украинцы скакали еще 20 динозавров Это академически Понимаете? Но этих историков сегодня задвинули на дальний план, к сожалению Они всегда запрягаются Потому что всех интересует Извини меня, не история Всех интересуют Минишные элитенты Мифы Которые можно политизировать Так как создавались мифы фашистской Германии Ты же знаешь, когда там создавалось все это История была, есть, к сожалению, и будет Именно инструментом политики Настоящей, нынешней Нет, не настоящей Вообще политики Нет, ну политики, да Да Ну, Сергей, ты просто про хорошую Давайте приводить конкретные аргументы Все-таки, исторические Вот ты сказал, что 13 век уходит в разделение В общем-то, Сергей, я вот занимаюсь Немножко занимаюсь Ну, как любитель, честно говоря Я как любитель смотрю только на академически подготовленных историков Вот И все-таки раздел между севером Руси и югом Руси Он произошел несколько раньше Такой раздел И его пик пришелся этого раздела все-таки на 12 век На времена Юрия Долгорукова и его сына Андрея Боголюбского Вот там произошло как раз колоссальное отчуждение Вот этой вот боярской, киевской Руси От Самодержавной Суздальской Владимирской, скажем так Она произошла чисто психологически Потому что юг, он был более взрывоопасен Он был более такой самостоятельный Он не переносил единодержавие Он изгонял тех, кто пытался навязать свою державную, так сказать, волю Это не относилось к Владимиру Мономаху и его сыну Потому что они могли держать за счет своего авторитета Но авторитет их был поставлен за счет борьбы с дикой степью В общем-то Мономах себя достаточно сильно показал И когда его пригласили киевляне на престол уже в 60-летнем большом возрасте Он был очень авторитетен Ну и его сын Мстиславов Великий тоже там 10 лет проправил еще на авторитете своего отца А вот остальные Мономашичи, последующие Юрий Долгорукий Они киевлянами уже начали отвергаться Он и его сын, значит, там произошел некий такой Сначала даже не Юрий, а там Яропов был Мономашич Его там, он недолго проправил, практически тоже его загубили там киевляне Потом уже там была такая чехарда князей В конце концов, Юрий Долгорукий дважды пытался добиться этого киевского престола Я обращаю внимание, вот смотрите Князь северо-суздальских земель, суздальско-владимирских земель Который ушел на север в более спокойную лесную зону Где не доставали, очень трудно доставали различные степняки И там начал образоваться определенный тоже культурный политический центр Но этот князь добивался именно киевского престола Почему? Потому что Киев был мощным очагом культурно-цивилизационным Его добивались именно для того, чтобы показать свою значимость Это был центр, это было то, что вокруг всего крепится, правильно? Ну, будем считать, что Рюриковичи, династия Рюриковичей Вот этой вот землей пыталась управлять И центром их управления считался город Киев Вот кто добивался киевского престола, тот и считался самым главным Поэтому Юрий Долгорукий его добивался Но киевляне его не выдержали Первый раз выгнали, а второй раз просто, ну как некоторые говорят Ну, немножко бездоказательно, но все-таки историки так говорят Что его отравили Киевляне, Юрия Долгорукого И вот сын его это уже как бы не простил Он на этот Киев плюнул, ушел в северо-суздальские земли И создал там свой политический культурный центр И пришел, и этот Киев уничтожил Вот этот вот раздел, мы Сергей с тобой уже отмечали Что Андрей Боголюцкий в 1169 году разгромил Киев до тла Сжег и отдал еще на разграбление своих войсков Да, с этого момента, по сути, когда-то началось именно полное крушение Киевской Руси В том варианте, потому что Киевский стол Если будет исторически верно То есть Киевский стол, главное все добивались что? Киевский стол, добиваешься Киевского стола Считаешься самым крутым князем Да, да И когда Боголюбский просто-напросто, как обыкновенный город Разграбил именно вот этот Киевский стол И вдруг его перенес туда, на земли Вятичи Естественно, это был просто цивилизационный крах именно той Руси Потому что хуже сделали было еще нельзя Он, понимаешь, вот как в Древнем Риме В Древнем Риме был такой легион Мог один только легион находиться Он назывался милиция То есть, который находился в Риме Никогда со своими легионами С легионами эти полководцы не заходили Почему? Потому что нельзя было Потому что это была святыня Ты не мог зайти в Рим Потому что ты его просто-напросто Ну, получается, эту святыню Ты обесславишься Ты должен зайти именно в Лавровом венке Все, без войск Когда там один такой, так сказать, великий полководец захватывал Рим Все, он считался бесславным Нельзя было захватить Рим Рим надо было покорить И вдруг так же Киев Зашли туда с войсками и разграбили этот стол Святыню, по сути сказать, естественно Ничего святого у тебя не стало Это сейчас вот зайти в храм, сжечь иконы и все Сергей, я думаю, понятно, давай покороче Давай, все Да нет, это все Ты это хотел сказать? Да, все Ив был как святыня разграбил и уничтожил Да, да, то есть не был именно этот центр того, что всех скреплял Ну, это с точки зрения, допустим, тебя как представителя вот такой вот Нет, не представителя, это любого историка возьми Почему с любого историка? Я тебе и привожу не просто свои слова Все в основном считают, что это просто был город и больше ничего Почему? То есть его сакрального значения такого не было Это сакральное значение продолжалось еще около двух веков Потому что когда Владимир Суздальский князь стал главенствующим на территории Ну, когда уже Киев был полностью уничтожен Ну, куда, стол был перенесен Уже полностью уничтожен Но он до сих пор еще назывался очень долго великим князем русским и киевским Прежде всего, а еще потом митрополит всея Руси и Киева и всея Руси киевским еще назывался вплоть до 15 века До начала 15 века То есть это было еще долго То есть вот эта вот инерция Киева как центра русской цивилизации продолжалась еще довольно Как центра Руси Именно не русской, а Руси Руси Вот это вот я всегда обращаю различным таким ультра русским националистам Которые говорят, что Киев не представлял себя ничего, что представляли себя северные земли Но это неправда, зачем об этом говорить, когда действительно Киев был определенным символом Символом и центром политическим Символом, знаком Мощным Вырос он во времена Владимира Ярослава очень сильно, особенно Ярослава Ну и в общем-то как центр он начал свое терять значение именно вот в 12 веке Благодаря деятельности Долгорукого и его сына Ну как-то так Хотя, Сергей, я маленько тебя чуть-чуть подправлю еще Потому что здесь есть определенный момент чисто психологического поведения самих кивлян Они не терпели вокруг себя никого Особенно они ненавидели прихожан с севера Они приходили эти и Владимир пришел с варягами Но он пришел не как, он пришел чисто в Киев Он пришел со своей дружиной и там остался Он тоже самое Ярослав Он захватил власть с помощью варяжских дружин Потом варягов этих отправил подальше служить в Византию и остался в Киеве То есть они не были такими вот людьми, которые перекачивали какие-то интересы севера на Киев Поэтому к ним киевляне относились Это невозможно было Да В те времена это просто невозможно Ну, а в основном боярское, вот это киевское самовластие Оно исходило из того, что им не нужна была никакая самодержавная власть А почему тут как-то не было? Потом ты скажешь Я могу просто это констатировать Почему и зачем Это уже ваше право говорить почему Значит, в 12 веке, начиная вот с умятицы, которая пошла после гибели Юрия Долгорукого И до конца 12 века, до начала 13 века, в Киеве поменялось больше 50 князей Там была такая чехарда Ну, естественно Такая замятня Которую просто так списать на одного Андрея Боголевского просто нельзя Там был раздрай Я понимаю Раздрай Вот, ты сейчас скажешь почему и зачем Я просто хочу еще отметить Этот раздрай, он был очень присущ вот именно вот этим племенам, как ты говоришь, полям То же самое происходило в Польше Там тоже происходили сеймовские заморочки, которые не давали самовластия своему королю И в конце концов, Сергей, и вот эта киевщина, киевская земля, и польская земля Они потеряли свою историческую самостоятельность Ну, получилось так Понятно Необходимо единство, как в России Да Дело в том, что я могу даже еще глубже в истории Помнишь, я как-то рассказывал Когда Святослав пошел на Хазарию Он что, пошел не на Хазарию сразу? Нет Он разгромил врагов в Хазари Кто это? То есть и врагов Киевской Руси тогда А кто это? Вятичек Да Опять на Вятичек Опять на Вятичек Опять Вятичек Потому что Да Нет Дело в том, что дело не в этом, что с Вятки Понимаешь? Ты одно понимаешь Ты путаешь два понятия Вятский и Вятичек Ну ты зря, кстати, вот этим северо-суздальским землям Приклеиваешь именно вятическую, славянскую присущность Зря Потому что Дело в том, что Ну это на самом деле она и была Правильно? Это исторический факт Расселение вот этих Вятских Они касались своим краям только На самом деле там были народы Меря И пришедшие именно с юга Именно с Киевщины Люди, которые бежали от степей Ну Если с Киевщины бежали именно от степей Это лучше брать уже даже вообще Русский Север Там, я имею в виду Архангельский Прочие туда даже доходили Потому что Некоторые там вот эти вот Определенная культура Те же самые вот Дома строить Это, извините Очень похоже на то же самое Закарпатье Ну 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 Дело в том, что я говорю Я говорю именно тогда Что он пошел именно на врагов Руси На тех, кто помогал Про Святославу Да, я именно говорю про Святославу Те, которые кривичи Те, которые вятичи Особенно вятичи Которые ненавидели никогда Которые всегда Хотя Тянули одеяло на себя именно Которые Киев всегда ненавидели Я не знаю, кто их таки раскопал Я готовы Нет И готовы были Они тогда помогали Что он Почему именно Святослав на их пошел Потому что Они были данники Хазария Да Они не просто данники были Это было Это в летописиах зафиксировало Они просто данники Они давали дружины Они даже Они давали дружины именно Хазарии И помогали Хазарии именно Грабить именно Киевского Дорогой мой Кто только не давал Хазарии свои дружины Ну Князь Игорь Извини меня Воевал за интересы Хазарии Да Он посылал на Каспий свои войска И Извините меня Обкакался под беда Ну тем не менее Загубил свое войско Ну и что Чем он лучше Вятичи Которые воевали за Хазарию Это древние времена Кто только Кому не платил Вятичи Пришли к тем Пришли к тем Понимаешь ли Ими править Кому Кем Полянам Да Я прав с тобой Согласен Киевское Вот это Знать Киевские Вот эти Бояре Они все Были полянови Понимаешь Это была своя каста Да Это была совсем каста Это вот как в Индии И приходящие И приходящие туда Юриковичи Вынуждены были им подчиняться Да Потому что Отдельные Ярослав И Владимир Мономах Взяли за суть Жесткую власть И тем не менее Вот эти вот Кто взял Жесткую власть Они разрушили Это все Потому что Я говорю После этого Пошел закат Потому что Поляне Вот почему Разрушили Извини меня Время правления Владимира Мономаха И его сына Мстислава Великого Это Золотой век Киевской Руси Тогда она не называлась Киевской Руси Золотой век Руси Которая была с центром В Киеве Древней Руси Вот Это вот был Золотой век Это было 20 лет Их правления Почему они разрушили Нет Вот после их смерти И ухода Боярская Знать Ну просто потому что Понимаешь Потому что Потому что Они договорились Поляна Потому что Договориться всегда Можно было Но когда ты приходишь С оружием Именно к тем С высшей кастой Воевать Извини Это везде есть Да Что история Это очень сложно И что именно Определенные Вот эти Которые сейчас У нас проблемы Возникают Возможно даже Тысячу лет назад Так что мы с теми К предкам Пойдем разбираться Конечно Хотите конкретный пример Вот смотрите К предкам Пойдем разбираться Я немножко Коснусь Давайте я буду За себя ответствовать Вот сегодня мы видим Как вот Люди там Которые устраивают Байдан в Киеве Или там Воюют в АТО Опять по ночи Нет Я просто Я не оцениваю никак Я просто говорю Видим некоторых из них Которые бреют себе башку И оставляют вот такой хохол Вот вам конкретный исторический пример Чуб Оселедец Ну он же Оселедец Он же хохол Он же чуб Ну не будем Это самое Что слово хохол Произошло Кстати имеет обоснование Вот именно От этого Внешнего Этого Нет я больше люблю Святослава Самодозвание Я приведу пример Если бы господа Вот эти вот Которые бреют себе башки Оставляют этот чуб Они знали бы его историческое происхождение Они бы себя в грудь там стучали Еще больше Но они не знают этого Они даже не понимают Что это такое Я просто приведу конкретный исторический пример Сергей вот Который Который Очень любит историю Святослава Святослава Да Как он носил Первое упоминание об этом Об этой детали внешности Как раз идет Писание внешности Святослава И византийский историк Рассказывая о встрече Святослава с Цемицхием Когда он там в Доростоле Была битва Он стоял там около года Или больше Отбивался от византийцев В конце концов Они встретились И вот византийский историк Описывает его внешность И он говорит На Дунае Да Он говорит Описывает его внешность И вот эту рубаху Вот там Это самое Писанку Да Чуб Как принадлежность К родовой аристократии Да К воинской именно Родовой аристократии То есть это не просто это Это была воинская слава Это как бы Есть такая Исторический факт И как его расценивать Ну Достойно Достойно Многие говорят Что это от фракийцев От древних Там пришло Некоторые говорят Там еще откуда-то Ну это По крайней мере Факт есть Ну факт Евгений Поэтому Глубже столетий Обычно не лажу Почему? Потому что архивы Недостоверны Ну почему? Ну византийские архивы Достаточно Есть Недостоверно Есть кое-что Осталось Это как бы Мы пытаемся разобраться Все-таки Как же произошло так Что Вот Есть Сегодня ситуация Когда Один народ Очень не хочет быть Связан Дружен с другим Очень не хочет быть Связан Исторически с другим Вот мы другие И все Я Рассказываю о том Что Мнение Объективных Российских историков Несколько Довольно Обоснованно Говорит о том Что У нас Единый Центр Зарождения Нашего Единой цивилизации В течение истории Мы по каким-то Определенным Моментам разошлись И мы отмечаем сейчас Эти моменты По которым Разошлись Не то что Совсем разошлись Мы же сходились И не один раз И очень удачно сходились И Получали из этого Великолепный результат Мне как-то гораздо Больше и ближе Варшавские договоры НАТО Как-то вот это понятно Желательно Лучше военные Вам ближе Вот Мы об этом говорим Но все-таки Есть такая ситуация Когда Чисто по истории Расходились Расходились И на религиозной почве То есть по части Заблуждения Да не совсем Ну почему Религиозная почва Она как бы Уходила в политические Различные Да По крайней Я знаю А что говорить Я же уже сказал Про стол И все Понимаешь Про стол Киевский стол Понимаешь Он был разграблен Как обыкновенный И тогда по сути сказать Уже Понимаешь Просто Начался Беспорядок Да Ну Да Потому что Не только Уже Эта цивилизация Ты же знаешь Наследниками Ушли Двери Она состояла Из разных народов Но центр Были именно Все таки Поляне Которые именно Киев держали Правильно? Ну Поляне А когда приходили Вятичи Естественно Они такого Сакрального Не чувствовали Очень любил Полян Кстати Нестор Ну Не без основания Тоже Ну Он именно Дал Субъективно Превосходное Мнение О полянах Именно Вот это идет От Несторовских Летописей То что Евгений То что они Очень Такие Культурные По сравнению С теми Пещерообразными Древлянами Это же Вот это идет От Нестора Потом Подхватил наш Патриарх Кирилл И такое вот Ляпнул тогда Что Пещерообразные Славяне жили тут Которых пришли Воспитали Кирилл Мефодий Нет Это написал Нестор Который писал о том Что поляне очень культурные Такие великие Красивые А вот там Какие-то древляне живут Которые из пещер Мы не можем судить Правда Это или не правда Может быть это личное Субъективное мнение Нестора Может Но все-таки Все говорит о том Что все-таки Киев это была Высокая культура Я с этого Кстати Как-то и пытался И никто не отвечает Я говорю Что десять лет назад Если бы ребята На Украине Начали бы говорить О высокой культуре О том Что происхождение Киевской цивилизации Оно Главенствует Вообще А почему Мне приходится Рефлексировать Размышлять Читать Евгений Она везде Извини меня Это все Срабатывает Здесь же тоже У нас В России Тоже Эти самые Объективные Эти самые Историки Как на них Послушаешь Ну не бывает Объективных А уж я Я уж не говорю Про те фильмы Которые снимают У нас юмористы Давай не будем Перечитать Различных Задорновых И так далее Я не про них Понимаешь Дело не в этом Есть определенная Академическая И старосовская культура Есть Ты понимаешь Давай даже Перечислять фамилии Я могу кого-то не вспомнить Но это не интересно Ну да Там тем более Люди Люди Должны задуматься Прежде всего Читать Читать Да Академик Петрухин Это директор У нас Института Славяноведения Вот Я читал Прекрасную монографию И смотрел Его лекции Ну Значит Ну Он Норманофил Он относится к Норманофильской школе Понимаешь Там с ним спорят многие Славяне Я не люблю Я понимаю То есть с ним есть Я чистый славянист Я понимаю Поэтому Ну вот Прекрасный учебник Вышел Евгения Спицына Об истории вообще России Руси Я Пока первую книгу Осиливаю Потихонечку Ну Великолепная книга просто Значит Он говорит о Очень многих Исторических школах Очень много Исторических школ Разбираться Где эти исторические школы Правы или нет Они сами просто Создают определенные Версии И начинают их Доказывать С помощью различных Открытий Археологических Методологических Различных Летописей То есть интерпретируют Все таки Возможно Это очень серьезная работа Определенные политики С определенными Историками Создают миф Там О велике О забирании земель Там и прочее Политики мифы не создают Политики Занимаются политикой В том числе И военной политикой История Но они оплачивают Между прочим История 17 века Кстати Подтверждает Что именно Военная политика Играла в отношениях Между нашими Народами Очень высокую роль Во всех Военная политика Во всех Именно 17 век Это история Рады И так далее Гетманщины Уинт Вот Мы поговорили Немножко Об истории Древней Руси Перейдем к средневековой Да Давай Ну мы же Вот о средневековой Это именно Говорят Правильно Мы говорим Когда Киев Все-таки добили И татаро-монголы В том числе Он К сожалению Наверное Цивилизационному сожалению Потерял свою Политическую значимость Не Он просто отошел Он Он Уничтожен Он Был разрушен Физически А Многие лучшие люди Пошли в те же самые Северные земли Потому что там хоть как-то Еще жизнь сохранилась Это Есть такое Потому что многие Княжеские роды Боярские Они ведут свой Род из киевских земель Это Это Именно Переход 13-14 век Именно Оттуда Уходили Северные земли Но не все же ушли Не все ушли А Те кто не ушел Вынуждены были Уже упасть Под Литовскую Ну Во-первых Скажем Это многие историки Говорят И я в том числе Это Именно То Именно Государство Туда в основном Не завоеванные Народы Входили А народы Входили для того Чтобы Не быть под властью Именно Татаро-монгольского Иго И потому Киев туда пошел Он Не был завоеван Там никакие там Не зашли Там Знамена И прочее Туда Хотели люди Не Киев уже был А Галецко-Волынская Русь Ну Галецко-Волынская Тогда Извини меня Туда вошел Киев в те времена Нет Галецко-Волынское Тогда Царство Королевство Ты имеешь ввиду что ли Ну конечно Ну нет Я именно Перескочу Речь идет о Киеве Как о сакральном И все Именно с падением Вот влияния Даниила Галецко С его смертью И потом уже С смертью его сына Ну да Уже влияние Галецко-Волынского Княжества Упало И оно было Вынуждено присоединиться К Литовскому Княжеству Да Вот это было Было Даже когда пришли Татары В Киев Там уже Кто был князем Даниил Галецкий Управлял Киевом Через своего Ставленника То есть Это же Тоже Исторические факты Их нельзя отрицать То есть В общем-то Эти земли Значение Киева Было минимальным Ну почему Оно все равно Не сказали Все было Когда Киев Пал То это было В общем-то Трагедия Значение Киева Оно всегда Оно Я могу сказать Вот это И есть В общем-то Цивилизационное ядро Цивилизационное ядро Именно тот Рим Который Бесполезно Уничтожать А Москва Ну что вы говорите Кучкова Равняясь Киевом Это Политическое образование Более поздних Времен И завоевала Она свою власть И значение С помощью Политической Борьбы Да В общем-то И я о чем И говорю Вот то что Такая была Родовая Боярская Аристократия В Киеве Которая в общем-то Не желала Централизовывать Свою власть Она проиграла Исторически Той Цивилизацией Которая шла За единой Централизацией И какова бы она ни была В описании И оценке нашей Это средневековая Цивилизация Но она В конце концов Исторически Вышла И выиграла И расширилась И так далее Я об этом не говорю Централизованное Объединенное Объединенное Государство Да Оно Я скажу Тоже Оно Как И сегодня Я считаю Есть историческая Обида Что у Украинцев Которые считают себя Ну Заслуженно Правильно Считают Заслуженно Потомками Киевской цивилизации И Из-за обиды На вот эту Вот Мост Северо-восточную Русь Они Вот Говорят Сегодня Вот мы их Совсем Не касаемся Да Ребята Скажетесь Как Бойцы То Они Что знают Тоже самое Польша Которая была Великим образованием Объединилась В конце концов Литву Но Но Оно С помощью Своего Раздрая Когда Королю не давали Даже Слово сказать Когда Любой Польский Шляхтич Магнат Магнат Ну Наверное Поляки Больше На нас Виноват Все Обижаются Не то что Обижаются Они Озлоблены Тоже На эту Цивилизацию Которая В конце концов Их Присоединила Даже Даже Не для того Чтобы Из них сделать Рабов А просто Спасти От уничтожения В общем-то Но Польский Гонор Он Этого Не утерпел Почему От уничтожения От кого Уничтожения Да ее Порвали бы Немцы Здрасьте Разорвали Немцы И османы Тоже Немцы Кстати Московская Русь Объединилась В свое время С поляками Для отпора Османов И это было Как раз Время Время В 17 век Когда Прошли Вот это События Перевиславской Рады Когда Произошли Вот эти Руины Это тоже Знаешь меня Скачки Вот этих Вот Враги друзей Это не Атаманы Сечевики А дело в том Что там Были Действительно После Того же Богдана Хмельницкого Там был Такой раздрайв Потому что Тот же Веговский Часть Войска Я там читал Эту историю Это вошло в название Как руины И совершенно правильно Потому что Часть Воевала Во главе С Писачуком Богдана Хмельницкого Веговским На стороне Поляков Юрий Хмельницкий Сын Богдана Хмельницкого Вообще С турками Воевал То есть получается И тогда Киев Они даже брали Киев Именно А я о чем говорю Да То есть И третья была То есть И третья была И третья опять Крыло Не просто крыло Но там были и запорожцы тоже То есть украинцы воевали И на всех трех сторонах На всех трех сторонах И все три стороны То есть Польши Заметь Все воевали и на стороне Польши Турок И Московии И никто не воевал там За Украину Фактически Ну потому что Не было Украины Если Да Нет Если Богдан Хмельницкий Тот воевал за Украину Она была Ну какая Украина Ну за сеть Воевал Где было бы написано Что Хмельницкий воевал за Украину А что он воевал не за Украину Он за сеть воевал Ну не было такого политического названия Сергей При всем уважении Которое вот сегодняшняя Украинская политическая сила Накладывает на историю Ну не было такого исторического названия Ну давайте его называть Да-то Пусть за Украину Ну тогда этого названия Политического не было Ну было Ладно Это доказано Ну ладно А потом уже после 30 лет Я не хочу спорить Потому что оно было Ладно Ну было Ты останешься при своем Не останешься Не будем Это излишне А потом Через 30 лет После присоединения Уже в 1680 году После этого Перемирия Утверждения Перемирия Вот этой Польши Польши и Московии Значит Они поделили Как ты называешь Украину Украину На правую Бережную Причем Московия Выплатила Полякам Контрибуцию 148 тысяч рублей Громадную По тем временам Сумму За это Многие Гетманы Конечно Взбесились Что произошло Без их Согласия Участия Что их Без них Женили Значит И пошла Такая Борьба Пошла Которая Кончилась Екатериной Которая Всю эту сечь В конце концов Уничтожила Ну да Было Так Но Все таки В конце 17 века Московия И Запорожская Осечь И вот эти Вот Ну У меня язык не поворачивается Назвать Украинцами Ну давай Осечь Пускай Запорожская Осечь Черкассы Они объединились Все таки Для борьбы С османами Потому что там была Угроза Намного похлеще Чем все остальное Ну И они уже Дрались вместе Против Османской Империи Ну Тем не менее Украина была И тот же самый Гетман Ты же знаешь Ну Гетманщина была Да До того же Богдан Хмельницкий Богдан Хмельницкий Извини меня Он все таки Наследником Знаешь Правой рукой Именно Гетмана Коношевича Сагайдачного Правильно Я по сути сказать Тогда Когда вот Погиб Гетман Сагайдачный Конечно Это был очень Огромный урон Для Украины Потому что он Действительно Был в цивилизационном Отношении Это был очень мощный Гетман Даже сам Король Польский Его очень сильно боялись Его все боялись Потому что у него Было огромное войско Он Он Каким-то образом Тогда вот На что вот Все таки Раздрай был Тоже же Ведь в Украине Тогда Он объединил Именно Всю Украину Он объединил Жестким именно Кулаком Хотя и говорят Что вот Сагайдачный Сагайдачный сам себя Создал Никто его не создавал Это была очень Мощная Историческая Фигура Я не спорю Значит Будем изучать Фигуру Гетмана Сагайдачного Знаменитая Фигура Значит Ну кстати И спас он Тогда Между прочим Не только Польшу Он и Россию Тогда спас По поводу Терминологии Ну называй Украиной Я тебе говорю Ну как бы Меня это не сильно коробит Но немножко задевает Чисто с исторической точки зрения Ну на Руси Это звали еще Малой Русью Я напомню Левая Русь Малая Русь Малая Русь Малая Русь Черная Русь Вот Да В семнадцатом веке Были моменты Которые С одной стороны Левую Бережную Украину Современную Объединили С Русью С Российским государством А С Московией Тогда Россия Тогда Россия Началась При Петре первом Московия Россия Я тоже не спорю Тебя это тоже коробит Я согласен Московское государство Так и было Нет Акчевская Русь Акчевская Русь Акчевская Русь Союз с Россией На единое цивилизационное поле С русскими Со всеми русскими Ну это Говорится фактически Там Ну я не знаю В общем не будем Ну почему не будем Это как бы Тоже такой Отголосок Древних времен Который Я видел эти передачи Очень слезные Как Лусину уничтожали Там Проще Ну понятно Ну мы не будем Отталкиваться Именно от этих Значит Надо какой-то Подводить Маленький Не итог А попытаться Что-то вывести Из нашей беседы Значит Я все-таки За то Что действительно Украина Сегодня Подает себя Как Отдельное государство Не просто так Это Имеет свои Исторические основания Огромные Исторические основания Которые надо изучать Которым надо Относиться Объективно И спокойно Понимаешь Чем спокойнее Объективнее Отнесутся Историки И политики К исторической правде Политики не отнесутся Спокойно Объективно Историки Историки И аналитики Политические аналитики Может быть так Есть Есть Объективные Там Где политика Там не может быть Объективно Ну почему Андрей Фурсов Это политический И исторический аналитик Великолепный аналитик Которого можно просто Лекции слушать С огромным удовольствием Он Он не ищет Оправданий Никаким дурацким Вещам Которые Происходили в истории Ну происходили Хочешь Вот я тебе скажу Еще одну В плюс Вот Историю Украины Ну как бы Не то что Потому что Историческая правда Ее никуда не денешь Как На Руси Образовывалось Патриаршество А Ну Значит Если бы Украинцы Вот этот момент Задевали И оспаривали его Я бы их понял Но они не задевают Потому что не знают К сожалению Потому что не знают Потому что не знают Большинство Мы с тобой обсуждаем Большинство народов Все таки Как то Индифферентно Вот так вот В том что Киевская метрополия Очень долго Относилась К Константинопольскому Патриархату И сегодня Кто говорит Что там Оооо Там московский Патриархат Обязательно должен править Киевским Патриархатом Киевским Метрополией Да Что это вот такая Вот историческая данность И другого не может быть Ребята Ну надо отнестись К истории все таки Объективно и разумно Да там был такой Период когда Киевская метрополия Очень долго Относилась Константинопольскому Патриархату Да И в это время В Москве Ничего не было При Федоре Ивановиче Борис Годунов Ввел патриаршество Ввел патриаршество Очень так сказать Ну На противоречивой На противоречивой основе Понимаешь Это не говорит о том Что в Киеве Было свое патриаршество Нет Там была Метрополия Но почему они Относиться должны К московскому патриархату С большим Значит этим самым Пиететом Чем Константинопольскому Это еще извините Вопрос спорный Да Относятся киевляне Очень многие Православные люди К московскому патриархату Чисто исторически Чисто ментально Потому что Чувствует себя Единым все-таки Народом Понимаешь Да Это очень большой Плюс В эту сторону Но Борис Годунов Чуть ли не обманул Заманил патриарха Константинопольской Иеремию В Москву И под большим давлением Заставил его Благословить Московский патриархат Ну Об этом говорит Андрей Фурсов Понимаешь Я ссылаюсь На Андрея Фурсова Я об этом не могу нигде прочитать Но вот он В своих лекциях Об этом рассказывает Понимаешь Это бездоказательно Ну почему У Фурсова бездоказательно Ну не знаю Я вот Я доказательный Не Я ссылаюсь на источник Не могу Я понимаю Не источник Он нужен Понимаешь Ну значит надо Его попытать Пожалуйста Источники Вот честно скажу На данный момент Источника Вот я не знаю Вот это вот и стоит Но тем не менее Я говорю Что вот есть такая ситуация И то что Киевский Киевская метрополия Смотрела В сторону Рима Смотрела В сторону Униатства В сторону Константинополя Часть Киевской Метрополии Это в принципе Исторически Обоснованно Это и есть Да Никуда от этого не денешься Это объективная реальность Которую нужно Просто объективно Реально рассматривать И она сегодня До наших дней Эта реальность Достает Все это Все это прошло Через Брестскую унию Потом и так далее И так далее То есть Налицо В наше время Именно Существование Ну Раз есть Территория Есть Определенный Сформировавшийся Этнос Получившись Эту территорию Значит есть нация Таково определение То есть Украинская нация Которая выстрадала Свой исторический период Очень тяжелый Очень Ну Непростой И трагичный Во многих вещах Во многих вещах Эти вещи все понять можно Но Почему Это вылилось В такие вещи Сегодня Как Страшная конфронтация С теми Кого они называют Русскими А я все-таки Отношу Украинцев К русскому Единому цивилизационному полю Понимаешь Ну Уже В этом Мы пытаемся Уже Этого поля нету Этого нету И к сожалению Проходит Сегодня крестный ход Огромный Русский Православный Крестный ход По территории Украины Я знаю Это крестный ход Да Он поддержан Десятками тысяч людей А ты говоришь Что этого нету Это есть Это тоже Объективная реальность Существования Нашего единого Цивилизационного поля Которая разорвана сегодня Разорвана Извне Ну не из Извне Извне Ну ладно Спорить не будем Да Вам слово Вот вам и вам еще Завершающее слово И давайте Расскажи Что тут Ну Пожалуйста Скажи Пожалуйста я еще раз Про заблуждение И про историю И про уроки истории Уроки истории Уроки истории Чрезвычайно достоверны На самом деле Есть очень достоверные И очень полезные Вот как раз Совсем недавно Отмечалось столетие Со дня начала Первой мировой войны От которой Вот как Сергей Говорит Вот из нее Многие как раз Растут и ко второй Мировой войне Вот там была заложена Вся вторая мировая война То есть там война была окончена Ну это все Никто даже спарить не будет Да Как раз Вот У нас прошелся Через Гражданскую войну Да Минский конгресс и прочее Это все так усугубило Гибель империи Многочисленных Многих империй Причем окончательных Великих империй Создание мифов именно Ну да Это идеологическая борьба Это концепция многих историков Что это единый процесс Первая и вторая мировая Это единый процесс Ребята И наши с вами задачи Этот процесс перерывать Обязательно В пользу случая Просто рекомендую Лекции Молодого Блестящего Талантливого историка Егора Яковлева По истории Первой мировой войны Начиная с Егора Яковлева В разведовпросе Открывайте разведовпрос И смотрите его лекции Начиная с середины 19 века Все политические моменты Разжевывает Полностью Между всеми Континентальными Державами Все нюансы Политики Колонизаторские Истории Но все таки Люди К сожалению У нас очень многие Эту историю К сожалению Не читают Они не считают Именно ее Важной Хотя Я говорю Именно тогда Многие Многие Судят Приходить Приходить С оружием Это стол Еще Все Лавра 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 Там как раз Нестор захоронен Если кто не помнит Там Кстати И он очень энергетичный Оказывается С ромками Подходит Там Даже Илья Амура Захоронен Нестор захоронен Который написал Откуда есть Пошла Русская земля К сожалению Он не написал Откуда есть Пошла Украинская земля Ну Русь Когда была именно Русь Действительно Киев Это именно Сакральное Цивилизационное Цивилизационное Русской Культуры И когда кто-то Говорит Когда наши танки Зайдут в Киев Ребята Но вопросов нет Понимаешь То есть Исторически Надо Надо Очень трепетно Относиться К таким Сакральным вещам И не называть Какими-то Скрепами Ну Знаешь Для Русских людей И Москва Тоже Исторически Выстрадана Как Центральное Цивилизационное Ядро Но Киев Это Более древнее Цивилизационное Сакральное ядро Вот Если бы на этом В этой плоскости Происходили бы Диспуты Диалоги И так далее И споры Я бы Честно говоря С большим интересом Еще не знаю Кому бы Свою симпатию Отдал Понимаешь Но У нас к сожалению Сегодня пошел Диалог не туда Спасибо всем За участие в передаче Всем привет Субтитры Субтитры